Привет! Привет! Привет, ребятки! Привет, Виночка! Сейчас буквально минутки две подождем, чтобы присоединились. Я вам сейчас покажу новое чудо. Мне же мало кошек. У меня сын старший. Четыре дня, говорит, около школы кошка ходила. Вот ее никто не взял, а этому надо было притащить ее домой обязательно. Такая маленькая-маленькая. Она вроде бы не совсем котенок, но прям совсем. Вот такая веслоухая. Глаза огромные. Шебутная такая. Сегодня у нас тема с вами будет про автономию. Если какие-то есть вопросы, задавайте. И я бы хотела ответить на вопрос. Мне достаточно много написали сообщений в директ. Хорошенькая кошечка. Очень много написали сообщений в директ про гипноз. Можно ли выйти на автономию, на неедение через гипноз? Еще минуточку. Хорошо, давайте еще минуточку. Все, все, все. Пошли, я не кричу на рот. Да, у нас запустилось. Запустились еще два эфира сразу же одновременно на два канала. На мой канал и на канал школы автономии. Если кому-то удобно смотреть эфир не в инстаграме, а на ютубе, то, пожалуйста, тоже можете смотреть. Это уже как вам удобнее было. Тише, давай потише. Ремочка, спасибо. Люди бегут ко мне. Мне очень приятно, что вы смотрите. Значит, интересно и буду продолжать в том же роде. Пока будет вам интересно, буду вещать. Да, мне подтвердили. Ютуб как раз на моем канале и на школе на ютубе. Поэтому, как удобно, кому как удобно, те, пожалуйста, могут смотреть. Потому что мне писала женщина, говорит, неудобно ей смотреть на инстаграме, потому что зрение плохое, а у нее ютуб-канал подключен к телевизору. Поэтому, говорит, мне было бы там удобнее. Пожалуйста, как вам удобно, так и делайте. Вот. Сейчас я тоже в сторис скинула. У нас такая осень просто настолько чудесная. Еще все в листьях, еще пока в желто-зеленых. И вот это вот, когда вечером катаешься, я только-только сейчас с велика приехала. Сразу же, пока ехала, мне сын сделал ледяную ванну, потому что после велосипеда прям, не знаю, у меня такое сейчас состояние, просто горю. Но, может быть, еще потому что все равно, как ни крути, ребят, как бы ни говорили, что чистки, они через месяц заканчиваются, чистых дней там, и ты уже становишься кристально чистым. Я не знаю, у меня не так, у меня периодически чистки вылазят. И сейчас у меня закончилась очередная какая-то, вот очередной мой какой-то кризис моего организма. То есть у меня с ребятами проходил марафон сегодня, у нас последний день. Я не знаю, я их просто отпускать никуда не хочу. Вот. И там у меня Римма написала, что говорит, прямо уже ком в горле. И я, видимо, так это прочувствовала, то есть есть такое, есть такие моменты, когда начинаешь чувствовать очень сильно на себе, чтобы ощутить, что там происходит у другого человека. И я, видимо, так чётко прочувствовала в себе, что у меня на следующий день тоже заболело горло. Но у меня очень хорошо, мне на этом этапе помогает гвоздика. Я прям взяла четыре палочки, но у меня она рассасывалась, наверное, часов пять. То есть она мне очень долго. На следующий день у меня пошли сопли, я не знаю, откуда они пошли, но тем не менее сопли. Потом у меня начался кашель, потом я начала отвратительно себя просто чувствовать. Я, ну, два дня у меня просто, и мы не хотим уходить от тебя. Ну, Римма, ты на следующий марафон какого? Четырнадцатого числа у нас начинается марафон по депивации сна. Я там ребят погоняю. В этот раз они мне будут делать две практики, но мы вместе с ними будем делать две практики. В тот марафон одну делали, а сегодня в этот марафон я добавлю ещё одну. Вот. И мы с ними ещё прорисуем состояние до мысли. Это такое прекрасное состояние, когда ты себя в любой момент сможешь отлавливать здесь и сейчас, при этом не теряя цель, к которой ты идёшь. Это очень важно. Вот. И после того, как у меня был кашель и вот прям такое состояние, причём, когда я болею, я не могу спать вообще. Я могу полежать, я могу ничего не делать, я могу лежать с закрытыми глазами, но спать я в сон меня не выбрасывает в этих состояниях, когда я болею вообще. То есть сколько бы я не болела. И сегодня опять утром, думаю, ну что ж такое-то, с ребёнком съездила на английский. И думаю, ну всё, как бы прям состояние какое-то никакое. Думаю, пойду я полежу всё-таки. Вот я легла, и это было такое состояние, вот у меня давно уже такого не было, какое-то всё время ровное, ровное, ровное было. А потом я легла, и у меня такое ощущение, что я вот как это, как в какой-то, как в облаках каких-то. Знаете, вот может быть, помните такое состояние, может быть, у многих бывает, когда засыпаешь, особенно маленький, и когда ты падаешь с кровати, там такое-то, ух! И у тебя аж этот, и это, подскакиваешь, из сна вылезаешь сразу же, такой, оп! И вот я легла, и у меня такое состояние, только оно такое лёгкое, и вот такое, с замиранием. И я вот с таким замиранием, вот в это вот, прям словила это состояние, оно такое кайфовое. И я с этим замиранием пролежала, ну, наверное, минут 20. И я встала вообще как огурец, как будто бы я эти три дня вообще не болела, то есть у меня, мне, вот оно разом как-то. Я пока не понимаю, как вот настолько вот организм наш работает, но это просто, ну, для меня это до сих пор как-то шедеврально пока ещё. Поэтому, конечно, классное состояние. Вот сейчас вот я приехала с велосипеда, прям у меня такое ощущение, что я иду, а за мной прям пар идёт. Мне ребёнок налил в ванну ледяной воды, и с таким удовольствием завтра, наверное, поеду купаться. Ну, темно когда будет, чтобы люди не подумали, что там какая-то ненормальный человек опять в воду полез. И с удовольствием, конечно же, завтра покупаюсь. Если поеду не одна купаться, то вам сниму. Если поеду одна, то будет очень неудобно. Если присоединяйтесь, кто захочет покупаться, то тоже за компанию будет клёво. Вот. И про автономию. Меня задавали вопрос, ну, наверное, уже, я не знаю, откуда он пошёл, но буквально за несколько дней мне достаточно много, то есть я не настолько известная личность, чтобы мне задавались столько вопросов. Ну, здесь просто у меня как бы много вопросов про гипноз. Откуда они появились, я не понимаю. Как вы относитесь к гипнозу, к автономии, выхода на автономию, наверное, к выходу на неедение через гипноз? И все такие вопросы в этом роде. Я только с моря приехала, купалась. Друзья, какая ты молодец. Класс. Возможно, сделаем в новогодние каникулы какой-нибудь типа выездного ретрита. Возможно, где-нибудь у Римочки там сделаем какое-нибудь помещение, снимем, подготовимся. И в новогодние каникулы я возьму детишек и с удовольствием на несколько дней съездим и сделаем выездной ретрит. А в эти каникулы, в осенние, ребят, я лечу в Екатеринбург, ну, буквально на 2-3 дня, то есть ненадолго, потому что у нас же живность здесь. И я с удовольствием встречусь, то есть у меня девочка уже, я, наверное, завтра сделаю сториз, или сегодня, если успею, или завтра. Я сделаю сториз с ее аккаунтом, и вы ей напишите, кто из Екатеринбурга, либо близлежащий, кто захочет приехать, и чтобы она организовала. Он будет безоплатный, просто я с удовольствием с вами пообщаюсь. Но единственное, если смогут снять только какое-то платное помещение, то, скорее всего, там нужно будет либо как-то задонатиться. Но я как бы в это не лезу, уж простите меня, я просто с удовольствием с вами поболтаю. Она уже тогда ответит на все вопросы, и, может быть, кто-то поможет в организации, чтобы мы с вами где-то посидели несколько часиков и пообщались. Возможно, снимем это тоже на камеру. Но это не должно быть кафе, не из-за еды, а из-за того, что там просто музыка, и это будет мне очень комфортно. Поэтому какое-нибудь помещение, любое там, самое главное, чтобы мы могли спокойно поговорить, я могла поотвечать на какие-то вопросы, будет клёво. Вот. Сколько вы без еды и воды? Лен, я уже отвечала на этот вопрос, отвечала миллион раз, поэтому я не хочу сейчас на него отвечать. Объясню, почему. Потому что чем больше я на него отвечаю, тем больше мне пишут люди в директ, и мне начинают скидывать фотографии, когда там просто такая, так, так, тело съедено голодом. И они мне говорят, а вы до такого доходили, вот вы столько вот не кушаете, я вот тоже решила идти или решила идти по вашим стопам. Как мне вот, когда у меня начнёт набираться вес? Ребят, именно поэтому в своих марафонах мы с ребятами прокачиваем голову. Это первостепенно. Когда вы отказываетесь от еды, не прокачав голову, вы уходите на голод. Вот, и ваш организм сначала, он идёт в голоде, он идёт облегчение каких-нибудь симптомов, излечение каких-либо болезней. А после этого, если у вас голова не догонит это состояние, если вы начнёте себя специально через силу воли загонять, потому что кто-то же идёт, кто-то же смог, значит, и я смогу, у вас начинается не очень хорошая ситуация в ваших внутренних органах, потому что это голод. Голод – это иные состояния, это иное состояние, оно никак не соприкасается с автономией, это другое. Вопросы, противно, скорее всего, пошли после эфира с новым спикером на Полстар, имя девушки не помню только. Возможно, вот. Вот, и про, по-моему, Леночка задала вопрос, сколько, да, Леночка, сколько без еды и без воды. Я уже, у меня был эфир, я говорила, что я с того времени не выходила, то есть у меня был арбуз, когда у меня была температура, держалась под 43 дня, и на начало 4-го съела арбуз, чтобы остановить эту чистку. Я о вас ничего не знаю, только зашла, сколько вы без еды и воды. У нас тырно. С 14-го марта этого года. Потом у меня было... Я пробовала виноград, у нас виноград во дворе растёт. Я пробовала виноград, но я его не проглотила, то есть ни корочку, ничего, только сок. Вот, и у меня было за это время, ну где-то, наверное, недели, недели назад, недели две назад, недели две назад я откусила грушу, тоже домашняя груша, и очень-очень долго её жевала, то есть пережевала до такой степени, что вот она просто, когда пережевываешь очень-очень долго фрукт во рту, то он у тебя полностью растворяется в ротовой полости, и ты уже просто сглатываешь вот эту вот обогащённую слюну. Вот у меня ещё такое было с грушей. Это был не тот момент, что я хотела поесть, что мне хотелось груши, а когда мне всё больше и больше начинаются вопросы, а что вы будете делать, если наступит такая ситуация, что вам нужно будет поесть, может быть, вы вообще умрёте, или вот вы там... Вот я объясняю, Лен, зачем. Или вы что там делаете, что будете делать, если кто-то поест, у него что-то будет с желудком. И меня этот вопрос стал как-то вот постоянно, я стала о нём думать, и думаю, надо, наверное, всё-таки проверить на себе, что будет, если вот такая ситуация получится. После стольких, после такого продолжительного количества времени. Но это понятно, что это нужно... Зачем поела грушу? Лен, я рассказываю, зачем я ела грушу. Может быть, там с опозданием идёт, слушайте, сейчас я расскажу, зачем поела грушу. Понятно, что пельмени после длительных чистых дней, их не нужно кушать, но это опасно для вашего организма. А груша, мне именно нужно было понять, какой результат будет с моим организмом, что мне даст эта груша, как я буду себя чувствовать. И когда она у меня полностью растворилась в полости рта, когда я полностью уже потихонечку сглатывала эту слюну, то есть я вот этот вот кусочек груш, вот я его когда пока жевала, я его, наверное, ну минут сорок, то есть это очень длительное время было. И у меня, у меня после этой груши, у меня не было, что я заболела, у меня не было состояния, что я как в каком-то коматозе, у меня не было тяжести в животе, то есть может быть потому, что это не кусками было, потому что это вот так длительно было. Просто я поняла, что для меня на этом, на этом этапе для меня эта груша не даёт столько эмоций, для меня эта груша не даёт какого-то, какого-то иного чувства, не как вот я раньше её. То есть это просто была, просто груша, просто эксперимент, и всё. Поэтому вот как-то вот так вот. Светлана без фильтров ещё красивее. Ребят, я сегодня с фильтром, потому что я только, я вся растрёпанная, я только с велосипеда, я только вылезла с ледяной воды, и у меня ещё даже волосы мокрые, я вот в домашнем сижу, поэтому мне захотелось быть чуть-чуть для вас покрасивее. Понятно, спасибо, вы молодец, я сразу пьянею. У меня такие же были состояния, когда у меня были заходы на сухие дни, ну там, например, на 10, на 20 дней, когда что-то ешь, то тебя выводят из этого состояния, и у тебя, да, такое, как состояние похмелья. И причём оно как физически, так эмоционально, морально, такое состояние. Но это еда, там немножечко по-другому, когда вы выходите из сухих дней, вы начинаете либо кушать, либо пить, то есть вы начинаете запускать полностью пищевод. А здесь я её как бы рассосала, и вот эту слюну сглотнула, то есть я почувствовала этот вкус, я поняла, что я не умру, что желудок, он всё равно, у нас желудок полностью не останавливается, ребят, нет такого, что когда вы не кушаете, у нас кто-то, я слышала, что говорит, у нас полностью ссыхается желудок, и он останавливается. Нет, у нас просто не для еды желудок, мы же глотаем, это же слюна у нас тоже проходит полностью через весь пищеварительный тракт. Он у нас не останавливается, он у нас до своих естественных размеров ужимается, именно поэтому у нас плоские животики становятся. Именно поэтому, когда это естественное физиологичное состояние, когда весь желудочек, он уменьшается, потому что если нам нужно промять печёночку, если нам нужно поджелудочную железу сделать какую-то массаль, чтобы мы не через жир там подкапывались через эти ребра, у нас оно всё практически здесь видно, вот, и мы спокойно можем это уже не выминать, вот эти вот все наши внутренние органы, чтобы они потом в результате куда-нибудь сдвинулись, а потом их ещё нужно на место ставить, потому что мы понимаем, что они начинают болеть. А здесь мы уже можем какие-то лайт сделать, чтобы там что-то промять, что-то было, прокажите свой живот сбоку. Лен, давайте вы всё-таки, самые лучшие результаты, они будут у вас, не у меня. У меня канал не о том, какая у меня фигура, именно поэтому вы в моём инстаграме никогда не видите голой попы, никогда не видите меня там в купальнике в каких-нибудь позах, никогда не видите что-то такого, потому что именно мой аккаунт, он рассчитан на голову, не на физическое тело. То есть понятно, что физическое тело, у меня нет жировых отложений, я так скажу. У меня самая обычная нормальная фигура. Есть фигуры красивее, есть некрасивее. Но я всё-таки предпочитаю, чтобы меня ассоциировали именно с тем, что я говорю, что у меня в голове, чтобы я могла людям показывать их путь, открывать им глаза на то, что у них уже есть. Не на то, что я там придумала и что я такая мега умная, а это у вас всё в себе. Я просто помогаю вам открыться. Поэтому моё тело вам вообще ничего не даст. Там какой-то вопрос был сейчас. Понятно, спасибо, вы молодец. Так, это я говорила. Спасибо, что красивое. Красиво, уникальное. Зачем поела грушу? Хорошо выглядите. Спасибо. Гипноз, кстати, не постоянен. Его нужно постоянно обновлять. И только около 20-20% людей гипнабельны. Да, ребят, про гипноз. У нас очень многие люди, это, ну, от этого уже никуда не деться, наверное. У вас есть предвидение будущего? Когда вы научитесь жить настоящим, то вам предвидение будущего не нужно будет. О чём разговор? Разговор о том, что... Разговор об автономии, автономном образе жизни. И насколько это актуально, перейти в автономию после гипнотических сеансов. Во-первых, да, у нас люди подвергаются гипнозу всего 20-25%. Это я могу сказать, как психолог, как психоаналитик. Я изучала и гипноз, в том числе я тоже изучала. Естественно, потому что у меня такая профессия. И получается так, смотрите, когда... Во-первых, я правда, может быть, кто-то знает, но я не знаю ни одного человека, который длительное время находится без еды и без воды, который это время находится после гипнотического состояния. Вот, именно поэтому я к нему сначала так отнеслась, к этой информации абсолютно спокойно, пока не начали закидывать вопросами. Смотрите, если вопросами... Так, сейчас секундочку поотвечаю на вопросы, сейчас я быстренько расскажу про гипноз. Просто своё мнение. Оно не факт, что оно истинно верно, это просто моё мнение. Во-первых, не нужно путать гипноз и транс. Это абсолютно два разных вещи, две разные вещи. Человек под гипнозом, когда находится именно под гипнозом, то его вводят в гипноз. Но чтобы ввести его в гипноз и перевести на автономию, человек, который его вводит в гипнотическое состояние, он первым делом должен знать, что такое автономия. Иначе он ему никак не может дать ту установку, в которой он должен находиться, не ощутив это сам. Это первый момент. Если человек кушает, то он не сможет никогда вывести человека на некушание. Второе. Гипноз, он действует определённое количество времени. То есть человек всё время под гипнозом быть не может. Если уж он и попал под этот гипноз, то он не может постоянно быть в гипнозе. В трансе человек может находиться длительное время. Но с транса человека, после транса, если он в этом состоянии, в состоянии транса, что в состоянии гипноза, что в состоянии транса, как только человек выходит из гипнотического состояния, всё, что ему говорили, у него это обнуляется. То же самое и транс. Когда человека выводят из транса, то всё, что ему говорили, это всё автоматически обнуляется. Вы можете открыть просто даже любой YouTube-канал, просто сделать запрос, что делают люди под гипнозом. То есть любой человек может встать, ну, выйти на сцену, например, да, либо прийти к какому-нибудь гипнологу, который великолепный гипнолог, и он ему скажет, вводит его в лёгкие гипнотические трансы, говорит, ты Пикассо, или там кто-нибудь другой, неважно, там великий художник, ты великолепно рисуешь, рисуй. Он берёт кисть и он рисует так, что не отличить практически от живой картины. И это действительно так. Но как только он вышел из этого транса, как только он вышел из гипнотического состояния, всё, он эту кисточку берёт, и у него каляка-маляка, всё, у него обнулилось полностью. Поэтому, ребят, никогда не ищите вот этих вот волшебных таблеток. Это моё мнение. Я, если бы даже мне сказали, что ты бы хотела вот так вот попробовать, честно, нет. Во-первых, если каждый человек, который уже начинает общаться на иных вибрациях, он чётко понимает, что каждый человек, который присутствует в его жизни, он закручивается в его энергии. И оба человека закручиваются в энергии друг друга. И ты должен быть настолько цельным, чтобы не подвергаться иной энергетике, чтобы твоя энергетика всегда сохранялась, и ты мог делиться, не брать от кого-то, не вампирить другую энергию. Потому что, когда мы вампирим чужую энергию, почему нам всегда плохо? Это как с водой, которая не наша. Когда мы берём чужую энергию, нам её нужно сначала трансформировать под свои личные, индивидуальные волны, и только после этого она станет нашей. Но пока мы её трансформируем, мы всю эту энергию просто в хлам убиваем. И нам нужно опять, и опять, и опять кого-то вам, как вот это, вот таким вот шарлатанским языком я назову, хорошо вампирить. Именно поэтому, когда вы цельный, когда к вам уже просто так не залезть, вы тогда только можете отдавать. Вы тогда можете наполняться и постоянно отдавать. И когда вы отдаёте, вы начинаете наполнять, и у вас вот этот круговорот идёт. И только тогда вы становитесь истинно цельным, и тогда вы становитесь просто вот таким вот бомбической энергией. То есть это вы начинаете чувствовать себя вот этим сгустком энергии, которым и вам хорошо от этого, и окружающим хорошо от этого. Но и как только вы, мало того, что вы можете запустить какую-то энергетику в своё поле чужую, которая, ну не факт, что она будет вам благоприятно на вас действовать, так вы ещё и гипнолога хотите запустить в свою голову. И не факт, какой это гипнолог, и не факт, как он будет... И не факт, как он будет на вас действовать, и не факт, после чего вы выйдете из этого гипнотического состояния. Потому как из гипнотического состояния, из трансового состояния нас выводит какой-либо код, какое-либо кодовое слово, кодовый щелчок, кодовое движение. И если даже вас как-то там запрограммировали, как мне одна девушка писала, она говорит, а вот мою вот там подругу, подруге, подругину маму, её загипнотизировал какой-то там доктор, прям вообще замечательный, сказал ей не жрать, и она стала очень мало есть. Но как бы не есть совсем, и очень мало есть, ребята, это тоже очень большие две разницы. Это, во-первых, потому что, когда, если вас гипнолог вводит в состояние вне еды, он, либо он должен быть истинным, автономом, чтобы он чётко понимал, в какое состояние вас вести. Иным, если он хоть что-то кушает, он состояние автономии никогда вам не может дать, даже на время. Он вам может дать состояние вне еды, это состояние голода. Как будет ваш организм вести себя в состоянии голода? Это уже другой вопрос. И если вы будете понимать, что вы уже истощены полностью, а у вас это состояние действует, даже если, возьмём, если это так, где вы будете его сказать, что вы будете с этим делать? Но это настолько глубокие вопросы, поэтому прежде чем решаться на такие глубинные шаги, всегда задавайтесь вопросом, насколько вы к этому готовы, всё ли вы обдумали. Это, конечно же, принимает решение только вам, и, возможно, это какой-то шаг будущего. Я пока этого не вижу, поэтому я ответить на этот вопрос не могу. Я вам высказала своё мнение. Сейчас немножечко почитаю. Светлана, чем дальше иду в этом направлении, понимаю, что вообще ничего утверждать нельзя. Точно. Ваши дети кушают? Мои дети кушают, да. Мне мнение относительно всех вещей стирается. Обнуляется, да, важность уходит. Автономия – это реальность или фантазия? Пробуйте. Посмотрите, что для вас. Автономия – это реальность или фантазия? Ещё раз повторюсь. Ребят, автономия – это не жизнь без еды и воды. Автономия – это в первую очередь состояние. Это в первую очередь состояние. Вы можете на малом количестве еды словить это состояние. Вы можете на малом, редком, мало-редкоедении. Вы можете убрать еду на какой-то период. Может быть… Но я не могу сказать, что на всю жизнь, потому что вся жизнь – это настолько много, поэтому как оно повернётся, не знаю. И когда кто-нибудь спрашивает реально… Я рассказываю свою реальность вам, просто свою. Как она будет, ляжет эта реальность на вас или нет, я не могу дать за это какую-то гарантию. Поэтому если вы будете пробовать и прочувствуете эти состояния, класс, поделитесь. Если я могу принести вам какую-то информацию информативную, которую вы можете воспользоваться, которая вас к чему-то продвинет, к каким-то новым состояниям, новым ощущениям, к новому качеству вашей жизни, то мне это приятно. Именно за этим я с вами общаюсь. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы что-то потребляете? Себя, на себя? От чего ушли? Я рассказала в начале эфира, что практически ничего. На себя я принимаю душ с щадящими средствами. От чего ушли? К чему пришла, я могу сказать. Я пришла к удивительному состоянию, которым всё время делюсь, и готова рассказывать про них, очень глубоко рассказывать про эти состояния в марафонах, чтобы люди могли точно так же себя начать чувствовать, себя начать узнавать, начать видеть, что нас окружает. Не просто потому, что нам это сказали, навязали и вот сказали, вот это вот так вот, вот это вот так вот. Когда вы начинаете чувствовать это в другом ощущении, то оно иное, оно по-другому. Я стараюсь людей перевести с моно на стерео, если простым языком. И когда у меня это получается, то я очень радуюсь за это. Мне правда очень приятно. Это точно реальность, но всё по-разному даётся. Мне сложно, не могу выйти в это состояние. Всё у тебя получится. Да, я эфир закончу, и мы потом поговорим, хорошо? Сходим. Давай это положим. Так, на какой день после первого схода в сухие дни выровнялось состояние, как долго оно у вас длилось? Ребят, я уже очень много говорила, что я к этому состоянию, я не сразу же пришла. У меня эфир пишет. Я к этому состоянию. Во-первых, я 8 лет назад, я перешла на сыроедение. У меня были срывы на сыроедении. Я возвращалась к варёнке, я возвращалась даже к мясу. Я об этом говорю, у меня очень много информации на моём канале на YouTube. Если интересно, можете посмотреть, там прям по названиям будет очень чётко. Там можете маленькие ролики посмотреть, чтобы было очень понятно. И когда я начала уже глубоко практиковать, входить в глубокие практики, в длительные практики, то это началось примерно 3 года назад. То есть у меня не сразу. Я когда могла заходить только на сутки, когда только на трое суток. Бывало, что на вторые сутки очень часто и очень долго у меня были такие состояния, что у меня была слабость, прям очень сильная слабость. Она была и физическая, мне ничего не хотело было делать. Меня раздражали мои близкие люди. Мне всё время казалось, что они что-то там стул не так подвинули. сказали не то, тупить начали, что-нибудь ещё, и прям всё вот такая вот дёргана. Состояние было очень много разных. В состоянии были и выпадали волосы, и отслаивались ногти, и было состояние на четвёртый день, обычно приходит, когда чистится кровь, если ты ещё спишь, утром просыпаешься, и у тебя всё тело вот в таких вот синяках, кровоподтёках. Причём тело вот, вот у меня, например, очень там спина вот такая вот, прям в таких синяках была. Я сначала не понимала вообще откуда это, как такое ощущение, что меня просто ночью пинали. И это у многих такое бывает, это когда кровь начинает чиститься, вот так вот она, прям видимо капиллярчики лопаются, и вот вытекают как синячки. Но она очень быстро проходит, буквально такие глубокие, большие такие обширные синяки у меня прошли буквально за два дня. Потом у меня было состояние, состояние, когда у меня всё тело начало чесаться. Чесаться так, оно было у меня жутко сухое, и я понимала, что если я залезала в воду, как бы даже если смыть, то я после него выходила, и у меня ещё больше, у меня как кожа, как пергамент была тонкая, натянутая. Это было такое нервозное состояние, я ничего не могла поделать. Как только я начинала мазать каким-нибудь кремом или маслом тело, то я прям чувствовала, как у меня закупориваются, закупориваются все поры. И мне от этого становилось ещё тяжелее, пока я не нашла для себя единственный правильный вариант. Причём я вспомнила уже, видимо, в таком состоянии, когда мне уже так было жутко, я уже была такая вся расчёсанная. Ребят, очень рекомендую. Лавровый лист, он снимает очень сильно аллергические реакции. Это начали вот эти вот токсины выходить через кожу. Кожа же у нас самый такой большой орган, через который поступает всё внутри, и также и снаружи всё выходит. И у меня уже, ну, у меня уже такая достаточно сильная была, я уже третий день чесался, я уже не спать не могла, ничего, вот у меня прям такое было. Я заварила такой ядрёный-ядрёный настой лаврового листа и посидела в тёплой ванне. Как только я посидела в тёплой ванне, я вышла вообще другим человеком. Я вышла и вырубилась вообще, по-моему, я спала часов 10. Мне было так хорошо, то есть он снял вот эту всю аллергическую реакцию. И на следующий день я вышла из сухих дней, я попила точно так же раствор, заварила лавровый лист в баночке, но только, ребят, на пол-литра не больше трёх-пяти листочков лаврового листа. Иначе вы потом будете бегать в туалет, тоже не совсем приятные ощущения. Вот, поэтому всегда всё в меру, всё обязательно в меру, не надо никуда ни про запас, ни про чего. И лавровый лист очень хорошо снимает все вот эти вот, если вот у вас есть отёки на фоне аллергических реакций, любые аллергические реакции, любые вот эти вот высыпания, вот если чесаться начинать, ну вот ни у одной меня начинает чесаться именно на сухих днях, кожа вот так вот, она стягивается. И всё, и я лавровым листом себя вытащила, но у меня больше такого не повторялось. То есть для меня, видимо, это было так вот, достаточно было, и этого мне хватило. Вот, ещё про какое состояние вспомнила. Гипноз – это всегда эксперимент, нужно это понимать точно. В мире столько много лжи, в нашей жизни, в вашей жизни присутствует ложь. Я могу сказать абсолютно точно, что я настала в этом состоянии настолько самодостаточная, что я могу позволить себе в любом месте, в любом состоянии сказать правду. Для меня это очень важно, и для меня это... Для меня это образ жизни. Я понимаю, что чем больше я говорю правду, тем сильнее я становлюсь. Бывают такие ситуации, где правда просто неактуальна. И они бывают. Но в этих... Они у меня бывают в жизни, могу просто на пальцах перечислить, но в этих ситуациях я никогда не лгу. Я тогда себе позволяю просто не говорить, просто отмолчаться. Вот. Но лжи в моей жизни, она отсутствует. То есть она от меня отпаливается вообще моментально. У меня даже... У меня даже дети перестали лгать. У меня даже дети, если что-то там не договаривают, я вижу по их... Ну, как бы я уже читываю детей. Я вижу по их глазам, и они немножечко пожмутся, пожмутся, и уже начинают говорить. То есть мы с ними обсуждаем, мы с ними очень много разговариваем. И ложь в нашей жизни, она практически полностью отсутствует. Как только она начала отваливаться, ложь от меня очень много людей отвалилось, действительно отвалилось, которые мне были даже близки. Но не всегда, потому что они такие лживые были, а потому что не каждый готов, во-первых, принимать эту правду, которая есть. И не каждый готов жить с этой правдой постоянно. То есть если люди у нас могут правду принимать очень дозированно, они приняли эту правду, если ты их завтра опять накрываешь этой же правдой, которая еще в этом устояться не может, то не всегда это корректно. И они начинают закрываться от тебя. То есть это закрытие происходит на бессознательном уровне даже больше. То есть они перестают как-то ходить, они начинают, когда с тобой разговаривать, они начинают нервничать, потому что понимают, что ты им сейчас скажешь, не то, что они хотели бы услышать. И к этому тоже нужно привыкать. С этим нужно привыкать жить с правдой, нужно привыкать жить. Это одна из самых больших работ, которая происходит вот в этом состоянии. Потому что мы себя, ребят, не знаем. Мы себе, мы даже не том, что мы кому-то врем, мы в себе в первую очередь врем очень много. И когда мы начинаем перед собой открываться, мы сначала себя не принимаем, у нас сначала стадия непринятия. Нет, это не я, что-то мне в голову лезет. Потом мы начинаем принимать, и нам становится очень больно. Мы можем впасть прямо в депрессию, такую достаточно глубокую. И после того, как мы впали, чем глубже депрессия, тем больше мы опускаемся на дно, тем тверже мы становимся на это дно. И после этого, когда мы уже опустились вот в эту депрессию, если мы продолжаем работать над собой, если мы продолжаем жить в правде с самим собой, то мы тогда очень четко, очень сильно начинаем отталкиваться от этого дна. И после этого, когда мы выплываем уже наружу, мы становимся иным человеком, мы как будто бы переродились. У нас идет внутреннее перерождение. И вот в этой правде перед самим собой, вот тогда для нас открываются новые стадии всего, что происходит вокруг нас, просто играет другими красками. И все больше и больше получается, что приходят вот эти вот состояния, которые говорят о состоянии осознанности. Оно приходит только в состоянии правды, когда ты начинаешь говорить правду самому себе, когда ты начинаешь себя открывать истинного. Так как это возможно, в принципе, ничего не есть и не пить несколько... Так как это возможно, в принципе, ничего не есть и не пить несколько месяцев. Ребята, это возможно. Есть даже официальные утверждения. Точно так же на YouTube-канале они официальные, они от клиник, но, к сожалению, пока не от наших клиник, не от российских, а от зарубежных клиник, от нескольких есть, да, действительно такие заключения, что человек может в течение длительного количества времени ничего не кушать и ничего не пить. Длительное время, это которое, я считаю, больше двух лет. Вообще без еды, без воды полностью. Это официально доказано. Светлана, как не отвлекается все, что вы говорите. Благодарю, делитесь. Спасибо большое. Я с удовольствием с вами делюсь постоянно. У нас, ребята, вообще у нас идут эфиры каждый день. То есть у нас редко где вообще эфиры не идут. То есть у нас получается в воскресенье идет эфир в 19.00 на школе автономии, там мы раскрываем тему. Как раз мы вот, в это, которое воскресенье будет, мы раскроем тему обмана. Мне девочка задала великолепный вопрос, и мы его обязательно раскроем, тему обмана. Как вы относитесь, когда вы чувствуете, что вам в глаза стоят и вас обманывают, обманывают в том числе и на деньги. Как вообще это? А ты понимаешь, что человек тебя стоит, просто нагло обманывает. Это у нас будет тема следующего эфира. То есть в воскресенье у нас на страничке школы автономии идет прямой эфир, но в том числе и дублируется, естественно, на два канала, на мой канал и на школу автономии. По вторникам у нас сейчас будет с 10 тем эфир, тоже по темам, точно так же на YouTube канале дублируется. По четвергам у нас идет эфир в Zoom и на Автополстаре, сразу же на два канала идет прямой эфир. А, получается, понедельник, среда, пятница и суббота у нас идет болталка в закрытом клубе. То есть в закрытом клубе у нас ребята, потому что не каждый человек может себе позволить идти на марафон. То есть не у всех есть финансовые возможности пойти на марафон, где я открываю более глубокие вещи. Не у всех есть финансовая возможность пойти и сделать себе консультацию, которую бы они хотели. Но чтобы я могла максимально большому количеству людей все-таки помочь, и чтобы это было не в ущерб моей семье, чтобы не было такого, что я постоянно сижу в соцсетях, и чтобы мои дети меня не видели, чтобы я могла просто, если этим заниматься, то не ходить еще на дополнительную работу. То я сделала еще закрытый клуб в Инстаграме. Там у нас в месяц 500 рублей всего. 500 рублей, я думаю, что это посильно. И там получается у нас 3-4 раза в неделю у нас идет вот такие прямые эфиры, где мы отвечаем на вопросы. Там у нас есть сыроедное меню, сейчас начинаем. Там у нас каждую неделю будет ночь депривации. Мы будем в эту ночь депривации, как правило, что-то прорисовывать там, либо еще какие-то практики делать. То есть кто не может себе позволить иных вот таких вот, то, пожалуйста, для вас есть альтернатива. То есть я, насколько я могу вот отдаться и помочь в этом материальном мире, да, настолько я с вами и делюсь. Как бы, ну, мои ресурсы, они тоже как бы не всеграничные, не всеобъемлющие, поэтому вот пока так. Поэтому присоединяйтесь. Кто куда может, присоединяйтесь. Не есть, не спать можно, уверен в этом. Для этого должно быть чистое тело внутри, чистые мысли, а вот без дыхания можно жить, интересно. Я не могу вам пока сказать однозначно. Я вам могу сказать, что дыхание, оно замедляется. Это точно. Оно становится поверхностным. И я могу сказать... Секунду. А у меня через 10 минут эфир закончится, я тебе перезвоню, хорошо? Оно становится поверхностным. И я могу сказать, что, например, вот если бывают такие моменты, что вот я, например, еду на велосипеде вот такую длительную, в высокую горку, я могу его приостановить. Я точно знаю, что какое-то время без дыхания можно жить. Я знаю людей, которые спокойно могут жить без дыхания 24 часа. Это действительно так. Можно ли жить постоянно без дыхания? Ну, возможно, знаете, как это? Я пока не утверждаю. Это пока только мои догадки, потому что я знаю, что дыхание, оно становится иным. Я пока думаю, что, возможно, человеку, ему не нужно постоянно дышать. Возможно, это, знаете, вот как рыбки бывают, из воды вылазят, там, слорода вдохнуть, и дальше начинают плавать, занимаются спокойно своими делами. Возможно, и человек как-то так же к этому потом придёт. Но я утверждать пока не буду. То есть я это для себя ещё не испытала. То, что оно, дыхание становится иным, это абсолютно точно. Но каким иным, пока, насколько это долго, вот отказ от дыхания, может быть, я пока не могу сказать. Люмин, Юниверсин, Светлана. Мой опыт сухих дней закончился обмороком на четвёртый день. До сих пор не восстановилась. Прошло полгода. Значит, тело не принимает автономию? Нет, значит, вы, во-первых, вы, скорее всего, зашли неправильно на автономию. Заходить на автономию нужно не только, с определённой физической подготовкой, но и моральная подготовка тоже обязательно. То есть перед тем, как вы упали в обморок, скорее всего, вам тело уже дало какой-то сигнал, что как бы стопе, мы с тобой не готовы идти дальше, давай выходи. Но вы его по каким-то причинам проигнорировали. Поэтому нужно быть очень внимательным к себе. И, ребят, если вы хотите выходить в сухие дни, нужно очень внимательно. У меня очень много бесплатной информации. Очень много бесплатной информации на моём канале. Слушайте. Очень много других спикеров. Может быть, вам кто-то другой из спикеров зайдёт. Может быть, там им будет тоже интересно. Слушайте, подбирайте, какая методика подойдёт для вас. Но если вы не начнёте слушать своё тело, то вы себя загоните, и вы вообще не сможете выйти ни на какие сухие дни. И вам ваш мозг скажет, «Э, куда? Зачем? Зачем надо? Смотри, как ты себя плохо чувствуешь». Поэтому нет, ребят, к этому нужно всё равно очень серьёзно относиться. Это не то, что вот вышел и всё, вот другие выходят, и я тоже. Вы индивидуальный, вы другой, вы... Таких, как вы, больше нет. И, возможно, вам подойдёт то, что я говорю, а, возможно, другое подойдёт. Не факт. Но это в любом случае вы должны быть готовыми. Поэтому нужно смотреть, как вы заходили, после чего вы заходили, почему вы решили. И на четвёртый день закончился обмороком. То есть, ну, вам тело всё равно давало себе знать, всё равно оно давало вам какой-то сигнал, который вы точно проигнорировали. Попробуйте сделать рефлексию того состояния и посмотреть, откуда это всё началось. Света, к тебе приходят знания, информация свыше, или ты много экспериментировала и через практику поняла, когда лавровый лист, а когда гвоздика. Ребят, я много экспериментировала, и некоторые вещи, они приходят сами. Мы живём в библиотеке, просто умеем мы пользоваться или нет, и оно приходит всё осознанно, неосознанно. То есть, лавровый лист, это я, когда у меня был старший ребёнок, ещё маленький, у него была какая-то аллергическая реакция, он всё время делал локоточки, расчесывал. И расчесывал очень сильно. Нам не мог никакой врач помочь. Нам уже вплоть до того, что когда нам выписали гормональные мази, и я выписала эту гормональ... сходила и выкупила эту гормональную мазь, и когда я вот эту вот инструкцию открыла, а там такая портянка огроменная, и там практически, наверное, процентов 70 этой портянки занимали, что может быть, какие побочные реакции на эту мазь. Я тогда поняла, что я никогда этой мазью не намажу ребёнка. А он у меня уже вот просто, у него такие вот коросты были огроменные, он плакал, он не мог, у него подмокали, то есть уже до такой степени. Я нашла великолепное... Я прорыла весь интернет, я такая усердная, и я нашла, что на оливковое масло, на стакан оливкового масла, его ставишь в какой-нибудь ёмкости, как только оно начинает закипать, стакан оливкового масла, туда высыпаешь пачку, просто которая пачка продаётся в магазине, туда высыпаешь пачку лаврового листа, и на медленном-медленном огоньке оно томится ещё минут 15. После этого, как только оно остынет, это масло, оно пропитывается полностью этим лавровым листом, и начинаете все опрелости деткам, себе какие-то проблемные места, лежачим вашим родственникам, если не дай бог у кого-то есть там мамы, бабушки, какие-то близкие люди, которые уже не ходят, и вот от этих пролежней уже ничего не помогает, то вот этим вот маслицем мажете буквально 2 дня, то есть у нас такие сильные были вот эти коросты, буквально 2 дня, и всё проходит. Именно отсюда я узнала про лавровый лист, я просто вспомнила. А что касаемо гвоздики, я никогда не знала, я никогда не слышала про гвоздику, но я как-то ходила по магазину, и у меня было такое жуткое состояние, у меня был такой сушняк, что у меня даже зубы слепались, у меня такое ощущение было, что у меня между зубами какая-то жвачка, это было такое отвратительное состояние, у меня были впалые глаза, у меня было такое высохшее лицо, у меня было такое состояние, я эту корзину за собой тащила вот по магазину, меня аж прям вот так вот меня всё передёргивает, но я понимала, что я не хочу есть, но было жуткое состояние сушняка, причём я осознавала, что я даже пить не хочу, но я хотела убрать как-то эту сушняк, и я когда проходила мимо приправ, и я прочитала, увидела гвоздику, и меня как ошарашило, меня прям, ребят, меня аж прям затрясло, я никогда не пробовала гвоздику вообще ни в чём, мне кажется, я её схватила, тут же открыла её, не доходя до кассы, и вот эту палочку взяла, но я её прям жевала, 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 то есть я ещё не знала, что её можно просто рассасать, я её жевала, жевала, пока она у меня не разжевала, я уже к кассе подходила полностью с онемевшим лицом, с счастливыми глазами, я понимала, что меня отпустило, и вот гвоздика так пришла. Если мы говорим про какие-то болезни, то у меня бывает очень часто на консультациях, либо люди, когда меня спрашивают про какую-то болезнь, оно приходит не том, что ко мне, я как будто бы я как труба, я, если меня человек спросил, значит, он мне дал разрешение с ним поговорить на эту тему, и я как будто бы, если простыми словами говорить, я как будто бы начинаю чувствовать, что у него есть. Не то, что он мне говорит, очень часто мы говорим не то, что чувствуем, мы не всегда осознаём то, что мы чувствуем, и я как будто бы погружаюсь в него, и я эту информацию, как только погрузилась в него, а эта информация даётся не мне, а эта информация даётся ему, она не для меня. И я ему эту информацию, которая есть в нём, я ему её говорю. То есть я могу через пять минут, меня могут спросить там кто-то другой, там что-то с ним, о чём разговаривают, а я не вспомню. И это как бы не склероз, это не моя информация, она во мне не остаётся, и это действительно так. Так, как сейчас можно жить без лжи? Это ведь правда парадигма мира. Не проживёшь, не все готовы к правде. Да, не все, поэтому именно я очень часто некоторые моменты просто элементарно замалчиваю, потому что не всегда это готово, но врать это не хочу, неинтересно. Умный ум делает всякие вещи, чтобы нам не позволить получение состояния Творца. Да, получение, но мы же все сотворцы, мы сотворяемся. И мы это всё равно все видим. Я думаю, что, Рим, ты после вчерашней лекции, ребята абсолютно чётко поняли, и чем больше мы будем вот этих вот абсолютно простых вещей, которые лежат на поверхности, если мы их больше и больше будем открывать, то мы всё больше и больше будем пребывать в этом состоянии, мы будем просто понимать, что такое-такое. Ребятки, последние вопросы, у нас опять заканчивается время. Я рада, что есть люди, совершенные телом, способные на невероятное. Я тоже рада встрече с тобой. Спасибо, Римочка. Так, сон – это просто привычка. Сон – это немножко другое состояние, это немножко другие вибрации, но на состояние без сна вы можете выйти, когда вы понимаете, что когда вы уже смотрите не из тела, а на тело, тогда вы можете уже в осознанные вот эти практики входить, которые без сна. Они иные. То есть это не просто не спать. Это не просто вы какой-то промежуток времени у себя убрали сон и ходите в таком состоянии, не понимаете, для чего вам это состояние. Вот. Но я ребятам обязательно покажу. Вот у нас 14-го числа начинается марафон по депривации сна, и мы будем две такие хорошие практики с ребятами сделаем, которые они поймут, что такое состояние вне сна. Это иное состояние, когда ты можешь принимать волновые вибрации, именно информационную энергетику, принимать своим телом, не на уровне головы, а на уровне тела, когда ты можешь не просто слышать ушами, а когда ты можешь каждый звук, каждый запах, каждый цвет воспринимать на уровне тела. Это иное состояние, это ни с чем не сравнивое. И это очень хорошо, эту практику делать именно в состоянии вне сна, когда ты находишься в иной временной плотности. Блин, на сухих кто себя плохо чувствует, а на питании, что абсолютно все себя прекрасно чувствуют, не травятся продуктами, да, ну просто для нас это уже становится норма. От денег готовы отказаться? Что для тебя деньги? Для меня деньги – это средство для существования в этом материальном мире. Я от денег не готова отказываться. У меня есть дети, за которых я в ответе, которые не обязаны быть такими же людьми без еды, как и я. У них есть свой путь, и они, я принимаю их путь, и они могут идти самостоятельно своим путем. В дальнейшем отказаться, либо не отказаться. У нас есть школы, где они учатся, и за школой там тоже какие-то определенные споры, как все знают, нужно собирать. Они у меня ходят на дополнительные занятия, которые стоят обязательно денежных средств. Они у меня ходят в спорт, и там нужно как минимум форма, она стоит денег. И дети у меня голыми не привыкли ходить, они хотят одежду. И мы живем в социуме, я не готова детей своих одевать с чужого плеча, просто потому, что я такая вся божественная, и я готова обходиться без денег. Деньги – это энергия. Если вы отказываетесь от этой энергии, в этой сублимации, то потом не надо говорить, что почему у вас не складывается то или то. Если вы перекрываете хотя бы один канал, который дан нам этим материальным миром, то не факт, что у вас все остальное будет идти в гармонии. Про деньги – это отдельная тема. Если хотите, мы сделаем эфир, но чуть попозже. О, привет, Русик. Ты что-то… Блин, ты опоздал немножко. Семье привет. Рада тебя видеть, Руслан. Вот, поэтому, ребят, время закончилось. Я вас всех благодарю. Вас с каждым разом все больше и больше. Если мне очень приятно, что вам интересно то, о чем я говорю, я буду обязательно с вами делиться своими мыслями. Приходите на марафоны, если кто-то хочет глубже. Если у кого кто-то хочет прийти в закрытый клуб, приходите в закрытый клуб. Вся информация есть в таплинке, на моей страничке, в шапке профиля. Я вам всем очень благодарна. Спасибо, что были со мной. Всех обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.